Воспитание и гармонизация межнациональных отношений среди школьников и студентов. Этому был посвящен круглый стол, который прошел на базе Российского университета кооперации в Мытищах. Также в ходе встречи присутствующие искали способы взаимодействия между этнокультурными организациями и учреждениями образования. В этом году это уже десятый круглый стол, в рамках которого представители разных конфессий, национальных общественных организаций и представители власти обсуждают важные вопросы в сфере межнациональных отношений. Московская область – это большой дом для представителей разных наций и народностей. И мы делаем одно большое дело, которое губернатор Андрей Юрьевич Воробьев определил. Реализуем стратегию идеологии лидерства, а реализовать ее разобщенно невозможно. И поэтому на таких площадках как раз и находятся точки соприкосновения и, самое главное, стремление сделать как можно лучше. Правильное взаимодействие с молодежью – фундамент светлого будущего страны, отметили в ходе беседы гости конференции. Прививать ребенку уважение и интерес, а также рассказывать о самобытной культуре не только своего, но и других народов, населяющих нашу страну – задача семьи. Я благодарен родителям за то, что мне в голову вбили в свое время то, что я не лесгин, не дагестанец. Я россиянин. Я живу в стране, где много национальностей. И мы станем сверодержавой только в одном случае. И победим всех, не прибегая к войне. Когда мы сплотимся и когда мы забудем о том, что христиан – ты христианин, а ты мусульманин. Это не имеет значения, вообще не имеет. На территории Московской области порядка 114 национальных культурных образований. Большую роль в освещении их деятельности играют средства массовой информации. Телеканал ЛРТ вносит свой вклад в укрепление и гармонизацию отношений между людьми, принадлежащих разным конфессиональным и культурным образованиям. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей разных национальностей дошкольного и школьного возраста. Чтение гимна Российской Федерации с детками читали тоже разных национальностей. Со взрослыми мы читали, с представителями разных конфессий этот ролик делали. Также, значит, к 9 мая мы сделали интернациональное спасибо за победу. Вот эти все проекты с детьми, они стали трижды лауреатами премии губернатора нашей Подмосковья. Круглый стол – это лишь одна из форм обмена опытом обсуждения проблем и важных вопросов. Большая работа проводится и благодаря фестивалям, проектной деятельности. Своими практиками в этой области поделились представители от Центра толерантности, который является одним из структурных подразделений Еврейского музея города Москвы. Это площадка, которая обладает техническими возможностями и уникальными интерактивными технологиями. Кроме этого, достаточно хорошая, большая команда специалистов, квалифицированных, которые обладают теми компетенциями, которые необходимы нам в работе с дорастающим поколением. Целевые группы, которые входят в Центр – это школьники, студенты, широкая общественность, естественно. И, что интересно, это педагоги и специалисты. На заседании круглого стола для воспитания молодого поколения было предложено ввести новый школьный предмет – культура народов России, а также осуществлять обмен студентами вузов нашей страны. Благодаря подобным практикам будет улучшен процесс не только обмена опытом, но и налажено культурное взаимообогащение разных народов, особенно среди молодого поколения. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.